Когда в 1941 году были частые бомбежки, все из дома, ну, взрослые на чердак сбрасывали там бомбы фугаски, а большинство бежало в бомбоубежище около Макаровской бани, мы жили там на Саримовича. А бабушка у меня настолько была верующая, что она верила, что она может сохранить вот наш район этот. И мы с ней, так как, наверное, ей скучно было одной, взрослой же никто не шел, и она брала меня, и мне было, наверное, 11-12 лет, и мы с ней обходили целый квартал от Саримовича до площади профсоюзов, то есть от Троицкого и до набережной. И вы знаете, она молилась не за себя, она с иконой была, и все время молилась за народ, чтобы этот район не разбомбили. И действительно, на наш район был сохранен, ни одна бомба не упала, хотя вот там на следующий квартал уже были и пожары, и все такое. Я наблюдал неоднократно даже картину, когда вдруг случался трагедия в деревне, пожар, деревянные дома горят, и бабушки с иконой ходят вокруг домов. И действительно, где они проходили, пожар не распространялся дальше уже. То есть вот это все у меня совместилось, и я решил, что нужно сделать не бытовую сценку, а символ, мощный русский православный символ. Когда я стала взрослой, думаю, как же я у бабушки не спросила, как называется эта икона, которая так охраняла наш район. А потом уже мы разобрались, я увидела эту икону, я говорю, да вот же эта икона, с которой мы ходили. И она называлась «Неопалимая купина». Это самая сильная икона, когда бывают какие-то пожары или взрывы, все равно ничего не сгорит, что она настолько охраняла вообще какой-то объект. И я думаю, что мы тоже с бабушкой сохранили этот наш район и радовались, что действительно, наверное, это так. Так.